Прически Ирины Аллегровой с начала творческого пути до наших дней. Ирину Аллегрову неизменно называют главной императрицей и угонщицей российской эстрады. Прозвище, которое певица получила благодаря одноименным хитам, в определенной степени отражает ее яркий, смелый и несколько агрессивный сценический образ. Много лет народная артистка РФ остается верна одной и той же прически, лишь изредка позволяя себе эксперименты. Узнайте, как называется стрижка, как у Аллегровы, в чем ее достоинства и недостатки. Апостров закрывающая круглая скобка, точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Детство и юность Ирине Александровне часто приписывают армянское или азербайджанское происхождение, аргументируя это тем, что настоящая фамилия ее отца была Саркисян. Другие источники утверждают, Саркисов, будущая певица родилась в Ростове-на-Дону, но вскоре вместе с родителями переехала в Баку. Возможно, именно этим и обусловлены различные домыслы по поводу национальности Аллегровой. Так или иначе, выразительные глаза и темные от природы волосы – еще один аргумент в пользу того, что артистка действительно имеет армянские корни. Не случайно в 2015 году популярная исполнительница получила медаль от Министерства культуры Армении. На архивных фото маленькой Ирины можно рассмотреть вьющуюся структуру ее густых волос. Волнистые локоны сохранились и в юности, когда Ирина сделала короткую стрижку с челкой. Варианты причесок трудовая биография Аллегрова ведет свой отчет с 1969 года. А первые песни артистка начала записывать спустя семь лет. На протяжении творческого пути ее сценический образ менялся несколько раз. Естественный цвет Ирины не сразу стала блондинкой. В 1985 году она впервые выступила на песне «Года» еще в облике шатенки с корой и пышной укладкой. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Дерзкая химия – в советское время химическую завивку не делали разве что самые ленивые. Молодая Аллегра последила за модными тенденциями. В середине 1980-х уже будучи участницей коллектива «Электросталь», она стала выступать в образ рок-звезды. Химия – блонд, яркий макияж. Роскошные кудри с началом сольной карьеры, а это уже были 1990-е. Ирина Александровна постепенно подкорректировала имидж. Она по-прежнему блондинка с челкой, но вместо мелких кудряшек лица все чаще обрамляют крупные пышные локоны длиной чуть ниже плеч. Укладка стала более сдержанной, как того требовали лирические баллады, написанные Игорем Николаевым. Сюрприз для поклонников. В 1998 году Ирина Аллегрова радикально изменила прическу. Вместо блонда – черные пряди, да и длина существенно уменьшилась, а челка высоко уложена над лбом. Знаменитый каскад в 2000-х певица, вероятно, нашла свой стиль. Вариации каскадных стрижек становятся ее верными «спутниками» на долгие годы. Челка обязательно. Периоды ностальгии временами Аллегрова возвращалась к образу из 80-х и выбирала завивку. Например, в 2005-м она появлялась на публике сразу в двух похожих образах – с кудрявой челкой и с мокрой укладкой. Двумя годами позднее химия вновь стала отличительной особенностью имиджа Ирины Аллегровой. В 2009-м кудрявая прическа с завитой челкой повторилась. Однако певица, вероятно, решила больше не ставить эксперименты над шевелюрой, поэтому предпочла парик. Кстати, многие поклонники знаменитости уверены, что их кумир частенько пользовалась накладными волосами, потому что в свое время испортила собственные «химия плюс блонд». Впрочем, народная артистка от этих версий отклещивается, утверждая, что ее локоны абсолютно натуральные. Смена длины иногда Ирина позволяет себе немного укоротить волосы, ну или подобрать другой парик, для тех, кого слова звезды не слишком убеждают. Так было в 2005-х и в 2008-м. Завитые от лица волосы не очень характерны для имиджа исполнительницы, но неплохо освежают образ. В 2011-м объемная стрижка стала выглядеть более натурально. Отказ от кудряшек примерно с середины 2000-х артистка все чаще стала выбирать прямые пряди вместо объемных локонов и мелких кудрей. Неизменной осталась лишь любовь к блондой челке. Фирменная стрижка знаменитости узнаваемый стиль последних лет – пышная капна белокорых волос со стрижкой под названием «каскод». Чаще всего Ирина Александровна выполняет ее на средние по длине локоны и дополняет густой челкой. Именно на светлых прядях «каскад» выглядит наиболее эффектно. Такая прическа считается универсальной для женщин разного возраста. Не зря исполнительница хитов «Привет, Андрей». Фотография 9х12 и других выбирает ее уже на протяжении не одного десятилетия. «Каскад» подойдет не только на средние, как у аллегровой волосы, но и на более короткие и длинные пряди. С помощью стрижки, которая выполняется слоями, можно сделать шевелюру визуально более объемной и густой. Особенно это оценят обладательницы тонких и редких локонов. Аллегрова предпочитает подворачивать кончики внутрь, но можно поступать и наоборот. Необходимость в укладке, пожалуй, один из немногочисленных минусов каскадных причесок. Зато их можно редко обновлять шевелюрой и так будет смотреться ухоженно. Прическа «Звезды» В 2019 году зрители видели Ирину Аллегрову в разных образах. Даже выбирая блонд, она отдавала предпочтение то холодным, то более теплым оттенкам. Сейчас прическа знаменитости редко претерпевает существенные изменения. Видимо, народная артистка России больше не желает экспериментировать и удивлять зрителей смены имиджа, который выстраивала на протяжении долгого времени. Детство Енастерине Александровне часто приписывает армянское или азербайджанское происхождение, аргументируя это тем, что настоящая фамилия ее отца была Саркисян. Другие источники утверждают «Саркисов». Будущая певица родилась в Ростове-на-Дону, но вскоре вместе с родителями переехала в Баку. Возможно, именно этим и обусловлены различные домыслы по поводу национальности Аллегровой. Так или иначе, выразительные глаза и темные от природы волосы – еще один аргумент в пользу того, что артистка действительно имеет армянские корни. Не случайно в 2015 году популярная исполнительница получила медаль от Министерства культуры Армении. На архивных фото маленькой Ирины можно рассмотреть вьющуюся структуру ее густых волос. Волнистые локоны сохранились и в юности, когда Ирина сделала короткую стрижку с челкой. Варианты причесок Трудовая биография Аллегрова ведет свой отсчет с 1969 года. А первые песни артистка начала записывать спустя семь лет. На протяжении творческого пути ее сценический образ менялся несколько раз. Естественный цвет Ирины не сразу стала блондинкой. В 1985 году она впервые выступила на песне «Года» еще в облике шатенки с корой и пышной укладкой. Фирменная стрижка знаменитости. Узнаваемый стиль последних лет пышная капна белокорых волос со стрижкой под названием «каскад». Чаще всего Ирина Александровна выполняет ее на средние по длине локоны и дополняет густой челкой. Именно на светлых прядях каскад выглядит наиболее эффектно. Такая прическа считается универсальной для женщин разного возраста. Не зря исполнительница хитов «Привет, Андрей!» Фотография 9х12 и других выбирает ее уже на протяжении не одного десятилетия. Каскад подойдет не только на средние, как у аллегровые волосы, но и на более короткие и длинные пряди. С помощью стрижки, которая выполняется слоями, можно сделать шевелюру визуально более объемной и густой. Особенно это оценят обладательницы тонких и редких локонов. Аллегрова предпочитает подворачивать кончики внутрь, но можно поступать и наоборот. Необходимость в укладке, пожалуй, один из немногочисленных минусов каскадных причесок. Зато их можно редко обновлять шевелюрой и так будет смотреться ухоженно. Прическа звезды в 2019 году. Зрители видели Ирину Аллегрову в разных образах. Даже выбирая блонд, она отдавала предпочтение то холодным, то более теплым оттенкам. Сейчас прическа знаменитости редко претерпевает существенные изменения. Видимо, народная артистка России больше не желает экспериментировать и удивлять зрителей смены имиджа, который выстраивала на протяжении долгого времени. Субтитры создавал DimaTorzok